Продолжение следует... Ну, кроме того, я много лет работаю в Российской государственной библиотеке, главной библиотеке нашей страны, которая раньше называлась библиотекой имени Ленина. И, конечно, этот библиотечный опыт я буду использовать всё время на протяжении нашего вебинара. Прежде всего посмотрим, какой план нашего вебинара, какие основные темы мы рассмотрим. Сначала мы поговорим о том, что даёт участникам интеграционных проектов сама интеграция репозиториев. Затем рассмотрим структуру метаданных и как основу дублинское ядро, WLDC, как принятую аббревиатуру. Затем кратко мы посмотрим, каковы возможности сбора метаданных, оформленных в этом формате дублинского ядра по международно принятому протоколу OIPMH. А затем основная часть. Я расскажу о том наборе метаданных, которые наша команда предлагает для передачи из репозиториев участников в национальный агрегатор открытых репозиториях НОРА. А затем из нашего агрегатора национального эти метаданные передаются в международные агрегаторы репозиториях. И последнее, что мы посмотрим кратко, это каковы направления развития структур метаданных в международных агрегаторах. Это важно, поскольку, занимаясь такой повседневной практической работой, всегда важно понимать, куда же идут, каковы тенденции, распространенные в этой работе, и куда же идут все, так сказать, передовые разработки международных агрегаторов. Начнем, конечно, с определения. Хочется опереться на какое-то принятое определение репозитория, и я взяла его из проекта OpenA, это европейский проект поддержки открытого доступа. В моем переводе это звучит так. Репозитория открытого доступа – это база данных или виртуальный архив, который создаётся для сбора, распространения, сохранения и предоставления в свободный доступ результатов научной деятельности, научных статей и наборов данных. Ну, в принципе, понятно, что репозиторий, организация – это то, что создаётся внутри организации, и прежде всего для нужд этой организации. Кроме этого, есть репозитории, которые являются тематическими, объединяют по какой-то тематике работы из разных организаций. И особый тип – это репозитории-агрегаторы, те, которые собирают метаданные, а иногда и полные тексты, из нескольких репозиторий. Мы много сегодня будем о них говорить. Следует сказать, что открытые репозитории с самого начала получили распространение в рамках движения за открытый доступ к научной информации, к научной литературе. И репозитории являются таким классическим вариантом так называемого «зелёного» открытого доступа. То есть, когда для пользователей всё бесплатно, учёные сами, не обязательно учёные, да, те, кто пишет какие-то работы, статьи, материалы конференции представляют, они сами выкладывают свои произведения в открытый доступ. Ну, это противопоставление так называемому «золотому» открытому доступу, когда публикации оплачиваются кем-то в основном фондами, которые поддерживают научные исследования. Репозиторий в мире очень много. Здесь я привожу фрагмент карты представленности репозиторий, так вот фрагмент по миру. Вы видите, что в Западной Европе они концентрируются, там появляются довольно большие числа. Но чем дальше мы движемся на восток и к нашей стране, тем эти цифры становятся меньше. Вот, например, тут Московский регион, всего 16 репозиториев. Конечно, на самом деле гораздо больше. Здесь эта картинка показывает только то, что мы мало представлены в этих международных репозиториях, в международных программах. И это, конечно, плохо, потому что в России есть что-то показать, и немало результатов научной и образовательной деятельности могут и должны быть доступны множеству людей. И вот почему мы называемся «Открытая наука России». Теперь о том, какие же именно репозитории-агрегаторы мы привлекаем в своем проекте и рассмотрим в рамках данного вебинара. Это прежде всего, конечно, наш национальный агрегатор открытых репозиторий, МУРАН. Цифры здесь приведены. 22 репозиторий участников у нас сейчас, причем не только из России, но и из Беларуси. Около 400 тысяч записей. Здесь следует подчеркнуть, что наши репозитории содержат только метаданные. А обращение к полным текстам идет по ссылкам на репозитории участников. То есть мы не забираем трафик у участников. Мы, наоборот, как бы служим дополнительным входом на их репозитории и обеспечиваем им реальный прирост этого трафика, обращение к их работам, размещенным в их репозиториях. И три международных агрегатора. Это BASE, известный Белефельд Академик Search Engine, OpenA, европейский проект, широкий европейский проект, и Co-committer Repositives, который зародился для организации Великобритании, но сейчас тоже получил такой международный статус. В порядке цифр здесь вы видите тысячи участников, миллионы, десятки миллионов и за сотни миллионов записей. И вот в эти репозитории мы как раз через нору интегрируем все наши репозитории участники. Теперь подробнее о том, для чего это делается и что дает. Прежде всего, увеличение видимости объектов репозитория. Что такое увеличение видимости? Это значит, что у каждого репозитория организации появляется гораздо больше пользователей. Чем больше возможностей входа у пользователей, тем более через большие системы, системы, которые он знает, которым доверяет, и в которых много информации, тем, конечно, больше вероятность, что на какие-то документы из конкретного репозитория организации обратит внимание заинтересованный пользователь. Индексирование агрегаторов, оно еще и происходит в глобальных сервисах. Это сервисы Discovery, которые сейчас используются во множестве библиотек по всему миру. В России около 30 крупных библиотек используют сервисы Discovery. Это такие крупные системы поисковые, чисто библиотечные, то есть системы, в которых пользователь ведет поиск в электронных ресурсах, на которые подписывается библиотека. Иногда в эти Discovery системы интегрируется и библиотечный каталог, и тогда поиск идет вообще по всей совокупности ресурсов и печатных, и электронных библиотеки. Но у нас в России чаще это поиск по подписным электронным ресурсам, по электронно-библиотечным системам в меньшей степени и в большей степени по зарубежным лицензионным ресурсам, которых много, а вот системы Discovery обеспечивают к ним единый вход. И вот контент вот этих международных агрегаторов индексируется сервисами Discovery. И таким образом у пользователей этих глобальных систем появляется тоже возможность пользоваться, обращаться к ресурсам репозиторий, входящих в НОР. Кроме того, мы осуществляем эту интеграцию и еще и с другой целью, чтобы наши репозитории были интегрированы с другими глобальными мировыми сервисами. Контент агрегаторов учитывается несколькими популярными мировыми сервисами. Это сервис Unbabel и Open Access Button. Такие сервисы, которые показывают наличие документов в свободном доступе. Естественно, для пользователя это очень важно, когда он видит какой-то четкий индикатор. Обычно это зеленый значок, что документ в свободном доступе. На уровне отдельных репозиторий в каждом внедрять вот такой сервис не всегда удобно и часто проблематично. А тут, когда он становится видим в больших агрегаторах, это происходит естественным образом. Кроме того, Base, Base-агрегатор, Base, интегрирован с Orchid. Orchid, если кто-то не знает, это уникальный идентификатор для авторов публикаций. Мы все в библиотеках прекрасно знаем, насколько трудно бывает отождествить автора, когда он записан по-разному. С инициалами, с полным именем и так далее. Ну, действительно, все это хорошо знают. Поэтому Orchid – это система, которая присваивает каждому автору уникальный идентификатор. И в системе Orchid можно собрать все публикации данного автора. Из Base автор может приписать к себе еще и те работы, которые размещены в этом репозитории. Здесь я привожу иллюстрацию для того, чтобы показать действительно, что дает интеграция. Мне иногда говорят, но мы часто это слышим, что репозитория организаций, они в основном содержат много информации, которая интересна только в пределах данной организации. Методические материалы к конкретным курсам, планы этих курсов, учебные материалы. Это отчасти так. И, может быть, на международном уровне такие материалы не будут столь интересны. Но я снова подчеркиваю, что есть еще система дискабрия, где поиск идет из библиотек. И вот на этой иллюстрации как раз пример поиска моей библиотеки в Российской государственной библиотеке. Это поиск, конкретный пользовательский поиск по тематике лазерная ангиопластика. В результате поиска 17 результатов найдено. Это мало, потому что в основном, как я сказала, там индексируются зарубежные ресурсы. Но все-таки запрос достаточно конкретный. И вот из этих 17 результатов 5 имеют ссылки на Бейс. И если информация о репозитории в Бейс представлена, то пользователь туда и выйдет. И здесь это видно. Вот стрелкой я показываю. Третий документ выдачи ведет ссылка на репозиторию Томского государственного университета, который является членом проекта и поставляет свою информацию к новым. Что это даст? Вот если говорить о цифрах. Я проанализировала статистику перехода посылка из сервиса Discovery, установленного в РГБ, за 2019 год. Общее количество более 24 тысяч. Из них на Бейс было переходов примерно 6,5 тысяч, то есть 27%. Это действительно очень много. И, конечно, не все эти ссылки приведут на сайты репозиториях участников, но какая-то часть, безусловно, и прирост трафика и интереса к ресурсам этих организаций это, конечно, даст. И это только данные одной библиотеки. И мы действительно видим, что на цифрах можно показать, что трафик на ресурсы репозиториях участников растет, когда они входят в проект. Поскольку проект начался еще в 2017 году, у нас тогда было 4 репозитория основателя, мы проанализировали статистику до присоединения проекта и после, спустя год, и оказалось, что она увеличилась в разы. Ну, вот минимум в два раза. Это серьезно, это существенно. Естественно, для того, чтобы представить свои ресурсы, нужно их как-то описать в некоторой структуре. Мы все библиотекари знаем хорошо наши форматы представления данных, МАК-форматы, РУСМАК и специфические форматы. А вот для репозиториев с момента их возникновения используется такой международный распространенный формат, который называется Dublin Core, дублинское ядро. Я буду употреблять аббревиатуру DC. И оно как раз разработано в рамках движения Open Access. Подчеркну, что с самого начала в разработке этого формата участвовала активно OCLC, тот самый OCLC, который, как известно, давно работает на библиотечном пространстве. И сводные каталоги, громадные мировые каталоги библиотечные, это делает OCLC. И формата Бинко разрабатывалась не специально для библиотечных объектов, а для любых объектов, размещенных в интернете. И вы видите здесь краткую историю с 1995 года он начал разрабатываться. И уже в 2001 году он был стандартизован. Сначала на уровне стандарта США, потом на уровне международных стандартов. И последние стандарты это 2017 и 2019 годы. В 2017 году это последняя редакция базового формата Добинко DC, а в 2019 году был опубликован расширенный такой стандарт перевод на русский язык, переводная адаптированная версия стандарта ИСО, где описаны все 15 ядерных элементов Доблинко. Вот эти 15 элементов это так называемый простой или базовый набор методом. Есть еще и расширенный. Естественно, что 15 элементов маловато. Мы все в библиотеках привыкли, что у нас там 256 полей, а тут всего 15. Но их можно как бы детализировать и расширять при помощи квалификаторов или термодиси, которые тоже стандартизованы к настоящему времени. Здесь я привожу просто для справки те элементы методамы Доблинского ядра, которые вошли в переводную версию. Для чего? Я думаю, что это полезно, как такая справочная информация, чтобы при подготовке каких-то официальных документов, описаний, использовать стандартизованную терминологию. Здесь каждое поле Доблинского ядра получило свое русскоязычное название, эквивалент, но и некоторое толкование тоже на русском языке. Какие же проблемы есть в семантике базового набора? Ну, отчасти мы это уже обсудили. То есть 15 элементов – это явно мало для описания всего разнообразия документов, особенно, когда мы говорим о статьях, о материалах конференции, о том, что мы чаще всего и описываем в своих репозиториях и руководствуясь как бы библиотечной традицией. Широкая семантика очень. Я не уверена, что все знакомы хорошо с Доблинским ядром, но давайте вот посмотрим. Посмотрим вот предыдущий слайд. Видите, какие широкие формулировки. Ну, например, Relation-связь – это связанный родственный ресурс. Как он связан? Тут понимается под этим в конкретных ситуациях практически все, что угодно. Это может быть печатный документ, с которого произошла оцифровка. Это может быть журнал, в котором опубликована статья. Это может быть серия, если книга входит в серию. То есть очень широкий простор для толкований. И в том числе, посмотрите, Relation – это связанный родственный ресурс. А Source-источник – это тоже связанный родственный ресурс, послуживший источником данных для описываемого ресурса. Вот здесь, конечно, есть широкий простор для разных толкований. И эти разные толкования, они очень опасны, когда мы начинаем интеграционные процессы. Опять же, обращаясь к библиотечной практике, мы все знаем, что когда мы работаем в пределах своей системы, у нас есть полная свобода. Мы выбрали какой-то формат, мы выбираем уровень детализации. Но как только начинается интеграция, например, для сводных каталогов электронных, и для любых систем, в которые мы поставляем свои метаданные, сейчас очень многие с этим знакомы, так приходится все согласовывать. И это согласование часто бывает очень трудным. Именно для этого придуманы обменные так называемые форматы национальные и международные которые тоже не напрямую используются в библиотеках, а в них материалы, например, электронного каталога конвертируются, потому что всю детализацию, все нюансы, которые мы отражаем внутри, в обменном формате отразить невозможно, потому что у каждого эти нюансы, как детализация, это разная. Поэтому внутри организаций многие вводят более детальные описания ресурсов, и они вводятся либо с использованием расширенного набора термов DC, которые включены в стандарт, и в принципе здесь есть свобода, и можно и свои, вот эти квалификаторы детализирующие вводить. Можно использовать другие форматы метаданных, достаточно распространенные тоже в мире, особенно для диссертации и TDMS широко используются. Ну и можно собственные наборы метаданных. Как правило, они формируются в репозиториях организации на базе DC, ну и плюс еще добавляются какие-то свои специфические элементы, которые в рамках данной организации актуальны. Но здесь, конечно, с одной стороны есть полная свобода внутри организации, но если мы задумываемся об интеграции, то эта свобода как бы несколько ограничивается. Нужно выработать какие-то разумные критерии, каким же сделать свой собственный набор метаданных. И вот эти разумные критерии я постаралась сформулировать на основе анализа литературы, большого потока литературы, который по этому вопросу опубликован, и на основе как бы практики анализа метаданных многих репозиторий, не только репозиторий, участвующих в нашем проекте. Эти критерии выстроены так. Но прежде всего нужно, конечно, удовлетворить собственные потребности. Метаданные должны содержать элементы, по которым обычно ведут поиск пользователей. То есть никто даже не сомневается, что нужно включать метаданные автора, заглавие, организацию, источник, в котором опубликовано примерно все то, к чему мы привыкли. Оно может быть без нюансов. Метаданные должны соответствовать типам документов загружаемых репозиторий. Конечно, не следует вводить огромное количество полей, которые бывают актуальны для определенных только типов документов. Тот же наш формат Mark, он содержит много полей, которые актуальны только для рукописей. Здесь у нас в электронном мире рукописей. Рукописей, да, в классическом понимании просто нет. Ну, это вот такой пример, когда действительно если у нас есть типы документов неохватываемые репозиториям, то не следует заботиться о метаданах, которые будут пригодны для этих документов только. Метаданные должны поддерживать поддержку опции интерфейса важных для пользователей, чтобы можно было на их основе сортировать, рассматривать. Может быть, фасеты какие-то организовать в репозиториях. Фасеты чаще всего организуются по принципу коллекции тематических или по подразделениям организации. И дальше мы уже переходим к тем критериям, которые связаны с интеграцией. Метаданные должны обеспечивать интеграцию с другими системами и сервисами. Ну, естественно, если мы хотим интегрироваться, то мы должны задуматься о том, чтобы наши метаданные воспринимались другими системами, корректно. И метаданные должны обеспечивать интеграцию с другими сервисами организации. То есть, если в организации есть собственные сервисы, например, учета научных результатов организации, каких-то учебных показателей, привязанные к учебным курсам, то тогда метаданные и репозитории следует с ними согласовать. Ну, и последнее это уже с внешними системами. С внешними системами только с теми, с которыми мы хотим интегрироваться. В данном случае, вот в нашем контексте, в контексте нашего вебинара, это, конечно, интеграция с НОРа, и мы помним, что НОРа тоже свои метаданные разработала с учетом того, что потом мы интегрируемся уже с международными аббригаторами. Вот пример из репозитория Казанского Федерального Университета. Слева это то, что предъявляется пользователю, краткое описание, и есть ссылка и на полный текст листочком, да, и ссылка на полный набор метаданных. Вот он, этот набор, вы видите здесь метки DC, и именно с метками DC вот внутри хранятся эти метаданные в репозитории. А затем, для того, чтобы эти метаданные были представлены во внешние системы, их нужно представить по протоколу OI-PMH, который международно принят, и который используется на буквально все репозитории в мире. Это, конечно, достаточно непривычный, для библиотеки сюжет, поэтому я кратко, очень просто постараюсь это изложить. Сбор метаданных, значит, есть такие программы-сборщики, которые собирают метаданные соответствующих адресов зарегистрированных в репозиториях, и эти метаданные представляются вот в этом формате OI-PMH. И, как я сказала, очень важно согласовать, какой же будет этот набор метаданных. Если ресурс-агрегатор собирает метаданные для других репозиториев, которые занимаются только конкретным видом документов, например, те же диссертации, то тогда можно использовать формат только для диссертации. Но это редкая ситуация. Как правило, агрегаторы собирают ресурсы, которые включают многие виды документов. Статьи, материалы, конференции прежде всего, учебные материалы, материалы о курсах и так далее. Поэтому нужен какой-то более общий глобальный формат. И универсальным форматом для такой сборки в агрегаторе становится формат базового набора DC. BO и IP выкладываются с префиксом OIDC. Вот примерно в таком формате и собираются методанные и агрегатором NORA с некоторыми деталями, о которых я расскажу, и международными агрегаторами. Вот в NORA мы используем базовый набор DC и в составе методанных мы вводим некоторые специальные рекомендации, которые слегка расширяют этот базовый набор. Для того, чтобы проиллюстрировать, я сказала, что вот эта тема, она, конечно, не очень хорошо знакома библиотечным работникам, которые непосредственно репозиториями занимаются. Чаще всего этим уже наши IT-команды занимаются. Но вот иллюстрации, я думаю, это вполне пояснит. Тот же самый документ из репозитория Казанского Федерального Университета. Вы видите, вот в зеленых боксиках у меня показано, что те методанные, которые внутри Казанского Федерального репозитория Казанского Федерального Университета представлены как DC Contributor Offer, автор, да, и это детализированный элемент, квалифицированный элемент набора DC, не базовый. Он преобразуется вот справа в том же обведенном зеленом боксике, преобразуется в DC Creator. А DC Creator по смыслу DC это автор. И мы видим действительно здесь фамилии автора. А вот DC Contributor в Dublin Core это лица или организации, которые тоже внесли вклад в создание документа. То есть это тоже как бы сведения об ответственности, но с разными ролями. А роли в базовом наборе DC они не отражаются. И вот два элемента, которые выделены в левом рисунке красными черточками сверху. Один просто DC Contributor, другой DC Contributor Org, то есть организация. Они преобразованы справа показаны вот в этом боксике обведенном красным в один элемент DC Contributor, который просто повторен. Один DC Contributor будет Институт Математики, другой Казанский Федеральный Университет. То есть здесь происходит некоторое обобщение, погрубление методанных, но это, как я сказала, неизбежно, когда мы выходим на большие агрегирующие системы. В то же время, конечно, при всем разнообразии наших документов велико стремление показать вот эти нюансы. И поскольку базовый набор DC этого не позволяет сделать, то иногда используют такой прием более-менее искусственный, когда вот эту структуру разных элементов закладывают не в отдельное поле, не в отдельную метку, а в значение. Но в этом значении уже предусматривается определенный синтаксис, который позволяет репозиторию агрегатору разобрать эти значения и внутри себя упаковать их в отдельные поля. Я привожу здесь пару примеров. Один из агрегатора OpenR международного они просят поле DCType писать значения с определенным синтаксисом. DCType здесь они показывают именно какая версия опубликованной работы содержится в этом репозитории. Это может быть черновик, это может быть версия переданная издателю, это может быть версия принятая публикация и наконец опубликованная версия. Вот в DC базовом это никак не отразит, поэтому это кодируется в значении и потом международный агрегатор это может разобрать и внести в свое отдельное поле. Вот такой вариант для интеграции с OpenR очень широко используют несколько наших российских репозиторий, которые я для себя называю репозиториями Уральской школы. Действительно на Урале под водительством Уральского федерального университета разработаны хорошие мощные репозитории, которые уже интегрированы во много в ряд международных систем. Ну и второй пример это рекомендации Base для представления Уркит-автора, этого уникального идентификатора автора. Вот с учетом всего этого мы в НОРЕ предложили базовый набор DC с некоторыми дополнениями и они изложены набор методами и рекомендации по интерпретации по заполнению в особом документе, который называется методические рекомендации для разработчиков открытых репозиторий по организации работы репозиторий в корректное создание методами. Он недавно опубликован на сайте проекта в разделе методические материалы и здесь я привожу адрес этого документа. Там можно подробнее ознакомиться. Но основные моменты я сейчас охарактеризую. Прежде всего мы предлагаем сделать обязательными шесть полей, которые я здесь перечисляла с метками формата OIDC, то есть с метками, которые актуальны для выкладки уже по протоколу OIA-PMH. Это, подчеркиваю, не внутренние метки, а это метки, с которыми выкладывается уже для обмена методанной. Подчеркну, что обязательно здесь не означает, что записи, в которых таких полей не будет, будут отвергнуты при сборе методанных НОРа. Мы не делаем входного контроля на обязательность. Это рекомендация. Но эта рекомендация действительно очень важна и соблюдение ее, как я покажу, очень много даст нам для того, чтобы наши документы были правильно интерпретированы в международных системах. Кстати, международные системы тоже, несмотря на то, что они провозглашают эти элементы обязательными, они не отвергают документы, в которых таких элементов пока нет. Но лучше их включать. Начинаем с важного элемента DC-Rides. Здесь обычно записывается информация о том, каковы права, интеллектуальные права, права, использованные на документы. И это, конечно, остается. Но в контексте интеграции с международными агрегаторами нам важно еще в это поле включить информацию о провале доступа к этому документу. То есть находится ли он в свободном доступе или в ограниченном доступе. В некоторых репозиториях применяется режим доступа только для членов своей организации, для сотрудников. Ну, там тоже с авторскими правами связаны. Или есть какие-то другие варианты, например, отложенный доступ, доступ с эмбарг. Поэтому если вот это поле включить и правильно его заполнить, тогда международные агрегаторы верно интерпретируют доступность документов в репозиториях организации. Будет формальный показатель того, что документы находятся в свободном доступе. А это очень важно в огромных этих системах, в огромных системах поиска дискавери, в огромных агрегаторах со 100 миллионами количеством записей. Важно, чтобы пользователь сразу увидел, ага, я тут полный текст могу сразу получить одним кликом. Если этого поля нет, или оно по-другому заполнено, чем требуется, тогда вот этого узнавания не произойдет. И вот здесь я приложу иллюстрацию, как в международном агрегаторе БЭЙС представлены ресурсы из репозитория Томского университета. Подчеркиваю, по формальному признаку, по поле диссерайца они смотрят. Значит, есть данные, что в Томском, в репозитории Томского университета содержится там более 50 тысяч документов. И посмотрите справа в обведенном красном боксике это раскрывается. Сколько документов находится в свободном доступе и для какого количества тип доступа не определен. Но вы видите, 171 документ только определен как документы в свободном доступе. В то время как по факту реальным в Томском университете абсолютное большинство документов в свободном доступе. И значит, когда пользователь ищет документы, он может применить фильтр показывать мне только в свободном доступе. И эти документы уже будут вне поле его зрения. Вот такая серьезная вещь. Как мы рекомендуем заполнять поле DC Rights? Это тоже очень важно, потому что, как вы знаете, когда есть возможность контролировать по словаренту, лучше этой возможностью воспользоваться то, что мы в библиотечной практике называем авторитетными файлами. И здесь в качестве такого контролирующего словаря мы рекомендуем использовать словарь QR. Они многоязычные, их использует уже и Core, и Open Air с четвертой версии, а агрегатор Base их, по крайней мере, понимает. Поэтому мы для поставки информации в Нору тоже рекомендуем заполнять этими данными, этими словарными формулировками. А вот здесь я их и привожу. Какие это формулировки? Я сказала, что словари многоязычные, но все-таки надежнее ввести это по-английски. Ну, вот опыт показывает, что несмотря на декларируемую многоязычность, не всегда русскоязычные варианты правильно воспринимаются. Это в международных репозиториях. Но для нас внутри страны в национальной репозитории Нора мы позволяем, так сказать, рекомендуем использовать русскоязычные эквиваленты. Внутри, если будут использованы вот эти приведенные формулировки, мы уже внутри себя сконвертируем это, заменим англоязычным и в таком виде они пойдут в международные репозитории. Мы заменяем их соответствующими англоязычными и только после замены выкладываем для сборщика по протоколу OVIP-MH. Следующее обязательное поле, условно обязательное, да, я напоминаю, это поле DC-Type. Тоже важно в контексте интеграции с международными репозиториями. В международных агрегаторах поле является обязательным. Опять же условно обязательным, то есть если его нет, этого поля, документ все-таки будет воспринят, он войдет, но рекомендация достаточно настойчивая применять это поле. И она обусловлена тем, что действительно если его не использовать и не вводить допустимые значения, то тогда информация будет не совсем, не могу сказать, что неверно воспринята, но она будет интерпретирована так, что самому репозиторию это будет невыгодно, если можно так выразиться. Вот, например, в репозитории Open Air в европейском поиск по умолчанию ведется в категории Publications. В этой категории попадают основные ресурсы текстовые, то есть все наши статьи, материалы конференции, методички, программы курсов, это все, что в тексте мы оформляем. В российских репозиториях пока очень мало так называемых данных, научных данных, то есть каких-то таблиц, результатов, измерений. Это основной наш контент текстовый, но если это поле отсутствует, то все записи попадут в категорию другие, когда не показано, что это журнал, статья, диссертация. И в этой категории по умолчанию пользователь тоже не будет искать, он сразу войдет в Publications. И таким образом, опять же, вне пределов видимости окажется большое количество документов, которые мы в общем хотим, чтобы люди видели и искали. И снова мы рекомендуем использовать здесь перечень терминов словаря QR. QR – это Coalition Open Access Repositories. Они тесно сотрудничают с международными агрегаторами. И эти рекомендованные значения мы приводим вот в этом документе, о котором я сказала, методических рекомендаций для разработчиков открытых репозиторий. Там есть довольно большой перечень иерархический, поэтому здесь на слайдах я его не привожу. Посмотреть его можно в этой методичке. Снова иллюстрация, чтобы показать действительно насколько важно это поле использовать. Вы видите вот здесь представление нашего национального репозитория Нора в OpenM. показано, что в категории Publications, то есть в текстовых так условно говоря, в этом репозитории содержится 179 тысяч, 180 тысяч примерно документов. А вот другие, другие Other Research Products туда попадает 300 с лишним тысяч, то есть почти вдвое больше. Почему? Единственное, потому что не указан вот этот тип. Корректно не указан тип. И получается, что репозиторий наш плохо представлен в категории Publications, хотя на самом деле подавляющее большинство документов относятся к этому типу. по этому рекомендации поле Type использовать и использовать его корректно. Следующее условно обязательное поле это Decet Title. Ну, это заглавие хорошо нам известное. Decet Title, ну, здесь особо вопросов и недоумений по поводу его заполнения не возникает, потому что здесь все понятно, да, это заглавие. Но здесь только нужно иметь в виду, что если в репозитории используются детализированные поля с квалификаторами, например, Decet Title альтернативное заглавие привычное нам в библиотечной практике, но сборщик метаданных, как я показывала, он его преобразует для выкладки UI и PMH, он преобразует его откинув в данном случае вот это квалификатор, и это будет просто десертателем. То есть получится, что несколько равноправных заглавий будет у документа. Это не страшно. Ну, может быть, такие, не знаю, излишнюю детализацию здесь не следует включить. Хотя, мне кажется, ничего не только страшного в этом нет, но даже и полезно, как бы все варианты заглавия. Например, в альтернативном заглавии мы иногда указываем заглавие на другом языке, а в международных репозиториях это только плюс, когда заглавие будет искаться и по-русски, и по-английски. А я еще хочу здесь подчеркнуть, что в это поле вводится заглавие только основного объекта описания. Если введена статья, то там должен быть заголовок статьи. К сожалению, иногда, вот я встречала в анализе метаданных репозиториях, в это поле вводят еще и заглавие документа источника, например, журналы или название конференции. Это вот действительно неправильно, потому что это уже другой объект. Его нужно записывать где-то там в DC Relation или DC Source в зависимости от интерпретации. DC Creator это важный элемент, как мы говорили, это индивидуальный или коллективный автор, главный ответственный за интеллектуальное содержание документа. И опять же, если в репозитории используются детализированные поля, для DC Creator как правило иногда указывают какую-то роль автора, а вот для DC Contributor если указано DC Contributor Author, то по протоколу будет это представлено как DC Creator, то есть его авторство оно не пропадет, его роль как автора останется. А для DC Contributor там квалификатор будет откинут и роль вот этого ответственного лица как переводчика, автора интерпретации какой-то, она, конечно, не будет указана в базовом наборе. И здесь, конечно, следует опять вспомнить про этот идентификатор Оркет, который сейчас очень важен для авторов, которые заинтересованы в том, чтобы этот автор идентифицировался однозначно. Оркеты сейчас очень распространены во многих организациях, в университетах, учебных заведениях уже в приказном порядке всем сотрудникам, которые какую-то продукцию научно-учебную производят и рекомендуют заводить этот идентификатор Оркет. Поэтому его отражать в метаданах очень желательно. И мы в море предлагаем два варианта. Первый вариант. Мы рекомендуем записать Оркет после имени автора в поле Крэйта, но включить его в специальные знаки синтаксические в квадратные скобки. И будет это выглядеть вот так. Десекрэйт Робинсон и дальше в квадратных скобках в принятом формате HTTPS и номер его Оркета. Но если в репозитории организации такой вариант сочтут неудобным, ну потому что например они не хотят показывать пользователям вот такое вот не очень привычное непонятный такой вариант, то тогда мы рекомендуем использовать и другой вариант. Может содержать это поле десекрэйта только имена авторов индивидуальных или организаций. И тогда можно Оркет включить в дополнительное поле, которое мы и предлагаем. Это поле мы называем десекрэйта Оркет. Оно не является обязательным. Я его приложу здесь только в связке с полем десекрэйта, который обязательно является. И мы предлагаем его использовать вот в таком вот формате десекрэйта фамилия автора или название организации и потом в квадратных скобках его Оркет в формате который принят в этой организации в организации Оркет. Это важно потому что это формальный признак по которому этот Оркет в репозиториях агрегаторах найдут и разберут и поместят в отдельное поле. И если записи содержат отдельное поле из крейта Оркет то это позволит выделить его приближаемся к исчерпанию списка обязательных полей вот это поле DC Identify является обязательным безусловным и это не вызывает вопросов его и по факту используют все разработчики репозитория потому что каждого объекта репозитория должен быть идентификатор то есть какой-то его уникальный адрес это обычный адрес который называется URI Uniform Resource Identifier он записывается в специальном формате который понятен программам собирающим не собирающим записи репозиторий и понятен он и человеку оформляется как ссылка на которую можно кликнуть и получить объект репозитория среди идентификаторов могут быть ведь и другие не только идентификатор вот именно в этом репозитории но может быть идентификатор который под которым этот документ фигурирует в других системах например для России что сейчас актуально многие поставляют свою информацию в научную библиотеку и лабролиру научную электронную библиотеку там есть свои идентификаторы и в DC Identifier они тоже могут быть записаны это будет повтор поля DC Identifier и в отдельном повторе поля нужно записать и идентификатор вот нужно народно принятый идентификатор цифровой идентификатор объектов Digital Object Identifier в России мы обычно его произносим так на наш лад называем его доли он сейчас становится практически универсальным средством поиска научных публикаций и его использование очень важно для этого типа публикаций да и не только для него он уникальный идентификатор рекомендуемый способ записи доли это адрес который разрешается в ресурс имеющий этот доли что значит разрешается в ресурс это значит что по этой ссылке оформленный соответствующим образом мы выйдем на описание документа это требование к организации международной кроссреф которая именно так рекомендует его записывать и внешние системы благодаря тому что используется вот такой принятый синтаксис могут распознать что это дои и занести его в соответствующее поисковое поле и потом при поиске в международном агрегаторе и в норе в скором времени тоже мы сможем искать по дои это очень популярный вид поиска во всем мире мы предлагаем вводить дои в отдельное поле и у нас есть два важных допыта в пользу такого решения во первых это важное поисковое поле как я сказала и когда мы представляем его отдельным элементом то не понадобится специальных программных средств использовать которые еще как-то надо разработать чтобы извлечь его из поля идентификатора и представить в отдельном элементе в базе чтобы по нему нужно было искать второй довод дои не будет отождествляться с идентификатором записи в репозитории вот это очень тонкий такой момент на который я хотела бы обратить внимание иногда ведь записи в репозитории для документов опубликованных где-то официально они могут не быть дождественны этой публикации например опубликован авторский вариант статьи в репозитории и эта статья опубликована в каком-то официально издающемся журнале вот в этом официальном издании и присвоен дои этому объекту этой статье авторский вариант вообще говоря не дождествен ей и поэтому дои будет относиться в общем случае не к объекту репозитория а только к статье поэтому вот важно все-таки показать его в отдельном поле я показываю например хороший пример из репозитория кембриджского университета вы видите что они в отдельных полях с особой меткой показывают два разных дои один дои это тот который присвоен объекту в этом репозитории это статья а второй дои это который присвоен этой статье уже в опубликованной версии version of record это значит что это версия опубликованная в официальном журнале они связаны но они не дождествен последний из обязательных полей DC date тут тоже никаких проблем не возникает то что дата использоваться должна все понимают и все реально используют по факту для заполнения этого поля мы как и все международные агрегаторы рекомендуем использовать стандарты СОН чтобы дата была записана в определенном формате в строгом формате который все поймут однозначно где год где месяц где день и мы переходим сейчас к завершающей части я кратко характеризую какие есть тенденции в развитии метаданных структур их в международных агрегаторах на которые мы конечно ориентируемся и мы понимаем что ситуация такова что развивать структуры метаданных обязательно придется вот нынешний такой ограниченный жесткий набор он уже не может нас удовлетворить почему прежде всего потому что репозитория свободного доступа начинают играть все более важную роль потому что документов в свободном или открытом доступе становится все больше авторитетных документов идет широкое развитие международного движения за открытые доступы и поэтому эти документы в репозиториях нужно будет представлять более подробно более детально чем позволяет нам базовый набор фейс начинаю я характеристику с международного агрегатора БЛИС он единственный из трех который пока сохраняет в качестве формата сбора метаданных базовый набор ТСИ если кто-то из участников ориентируется на то чтобы самостоятельно отменуя нору представлять свою метаданную фейс то я здесь привожу адреса документов с которыми можно ознакомиться чтобы самостоятельно подстроиться под их требования он достаточно подробный нам сложены какие-то правила заполнения и приемы формализованного представления информации для которой нет отдельных полей как я говорила иногда репозитории международный агрегатор идут на такой искусственный прием когда возможность для содержательного разбора элементов они закладывают не в метке не в отдельном поле а в значении поля но оформленном в соответствии с принятой структурой с особым синтаксисом как я это показывала для Оркит и для для поля Type ранее по правилам OpenR OpenR этот репозиторий идет довольно по радикальному по самому пожалуй радикальному пути сейчас у них действующая версия это третья версия и рекомендации приведены в третьей версии руководства guidelines но сейчас уже разработано и отчасти уже применяется четвертая версия этих рекомендаций и некоторые репозитории уже перешли на форматы в соответствии с этой четвертой версией и эти рекомендации направлены на усложнение структуры методанных чтобы адекватно представить различные типы данных уже вот эти поля DC общие не удовлетворяют его по номерам и есть используются три пространства имен это EDC и DataSite DataSite это особый формат который ориентирован и на репозитории и на наборы данных научных вот те же самые результаты экспериментов которые представлены в виде цифровых наборов и OpenWare вводит еще свои специфические метки поэтому получается такая совокупность трех мощных наборов метаданных в частности большое большое внимание уделяется именно OpenWare вводу данных о проектах которые в рамках которых подготовлена публикация идентификаторы идентификаторы разные типы идентификаторы вводятся это и наш уже знакомый ORCID и идентификаторы в международных системах анализа например цитирования это Web of Science и Scopus несколько типов идентификаторов это все OpenWare позволяет новой развитой структуре метадан а последний международный агрегатор это Core подчеркну что международный агрегатор Core вообще-то по своим требованиям не разрешает участие репозиториям которые содержат только метаданные без полных текстов и поэтому NORA как такова она там зарегистрирована но в принципе мы не являемся таким вот полноправным участником поэтому команда NORA все репозитории участники в Core зарегистрировала они там представлены но представлены самостоятельно структура метаданных этого репозитория описана в соответствующих документах я даю адрес документа основного рекомендации КОД уже использует два пространства времен это EDC и особый формат REOX который первоначально был разработан для организации учебных и научных в Великобритании сейчас тоже довольно широко используется важно что этот формат совместен с форматом Opener версии 3 есть таблица перехода то что они называют мэппинг какая метка какой соответствует это действительно говорит о том что идет серьезная работа в крупных международных агрегаторах чтобы как-то согласовать метаданные чтобы была структура которую понимали относительно понимали хотя бы на уровне вот этих таблиц соответствия таблиц перехода разные репозитории нам это в библиотечной практике тоже хорошо знакомо мы всегда были бы заинтересованы в том чтобы были таблицы перехода например разных систем классификации что конечно очень трудно и значительно труднее чем согласовать просто некоторые структуры метадан поэтому у меня нет сомнений что направление развития идет в сторону усложнения в сторону большей детализации и цель этого ясна для того чтобы произведения которые представлены в репозиториях характеризовать более детально для того чтобы разрабатывать более развернутые такие системы поиска в которых многие нюансы были представлены в виде отдельных поисковых подъеков чтобы например мы могли искать на библиотеках это привычно работы например опубликованные в определенном журнале для работы представленные на определенной конференции сейчас это возможность ограничения хотя вот я сказала какие-то попытки есть и эти попытки пока на уровне специфических форматов отдельных агрегаторов хорошо бы если они были как-то стандартизованы и предложены большому количеству участников тенденции я уже обозначила я сказала что это связано с повышением роли репозитория и мы учитывая эти тенденции можем в своих внутренних структурах метаданок выделять отдельные элементы сейчас уже чтобы впоследствии передавать их детализированных обменных форматов еще раз подчеркну что для участия в НОР не обязательно совсем не обязательно в своем репозитории ориентироваться только на базовые элементы я показывала на примерах что участники этого не делают они используют детализированные форматы потому что они им удобны внутри своей организации другой вопрос что для обмена эти метаданные оказываются потом упрощенными несколько упрощенными но все развитие структур метаданок идет к тому что это упрощенчество скоро будет насыщаться более детальными и интересными метадами на этом я закончила я благодарю всех за внимание я очень хорошо понимаю как сейчас нелегко вообще даже может быть выходить на какие-то ресурсы у всех есть такая возможность из дома кто-то может быть из телефона тем более я благодарю всех присоединившихся всех кто ознакомился с этим материалом я надеюсь что как-то участник он окажется полезен даже тем кто не занимается сейчас репозиториями так и часто бывает в жизни что какая-то информация которая пока на твою практику работы не ложится она потом оказывается полезна ты о ней вспоминаешь и ты по крайней мере знаешь где можно посмотреть где ты когда-то уже с ней ознакомился благодарю вас я хочу ответить на вопросы если таковые есть вопрос в нора входят только университетские репозитории нет это не так действительно в начале когда-то даже вот сам проект первый проект нора он назывался национальный агрегатор открытых репозиторий университета но потом это понимание было расширено и сейчас у нас несколько репозиториев которые не являются не университетскими не репозиториями вузов например есть репозиторий Карельского научного центра есть большой репозиторий который который делают наши партнеры это может быть известный многим Иван Засурский это репозиторий не университетский это такой тоже по существу агрегатор так что не только университеты дорогие коллеги я вопросов больше не вижу поэтому мы наверное завершаем и еще раз благодарю всех кто принял участие спасибо спасибо Продолжение следует...